Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, жители Флориды, а также и гости солнечного штата! Во Флориде очень холодно. Что такое очень холодно для Южной Флориды? Это температура около нуля, а местами, местами даже ниже нуля. Например, в Бокаратоне сегодня ночью ожидается где-то 33-34 градуса по Фаренгейту. Это в районе нуля, но может быть плюс 2, плюс 4 по Цельсию. В Орландо ожидается 28 градусов по Фаренгейту, то бишь ниже нуля по Цельсию. Флорида не знает такую погоду, мы не готовы к ней. Женщины уже достали свои, как это называется, сапоги зимние, шубы. Мужики еще пока держатся, но уже сегодня в шортах я никого не видел. Что самое интересное, потому что обычно, обычно жители, коренные жители Флориды, носят шорты и зимой, и летом. Но я сегодня вот проехался, прошелся по комьюнити, не видел никого из мужиков в шортах. Даже те, кто обычно бегает по утрам, сегодня никуда не бегут. Погода просто пугает. Сейчас, например, у нас 48 градусов по Фаренгейту, и для нас это очень холодно. Я стою вот в худи, да, это как это, ну, свитер с капюшоном, и мне не жарко. Совсем не жарко, даже могу сказать, что холодно. Ветер, пронизывающий ветер, морозный пронизывающий ветер, чувствуется, как будто уже мороз настал. Такие дни во Флориде бывают нечасто. Ну, вот на моей памяти, что я живу во Флориде около 3,5 лет, это, наверное, второй раз вот такая погода. А что-то, наверное, происходит с глобальным потеплением. Климат меняется. Нам, как говорится, простым смертным это неизвестно, но что-то где-то там они мутят с нашей погодой. Вот. Теперь новости о стак-маркете. Стак-маркет, наконец-то, начинает разворачиваться. То есть он падал, падал, падал несколько недель подряд, но чувствуется, что вот-вот он начнет немножечко делать поворот. Как говорят у нас наидыш, медентуха сарон повернет задницей в другую сторону, и стак-маркет, я надеюсь, поползет обратно на те позиции, на котором он был несколько недель назад. Риал-стейт. Цены продолжают расти, люди продолжают сходить с ума. Домики, которые хижины дяди Тома сейчас продаются, уже даже за полмиллиона не найдешь в Бакаратоне. Я уже не говорю о центральной блоке, где дома в среднем, наверное, 2,5-3 тысячи квадратных футов. Я не знаю, как это по-русски сказать, square feet, скажем так. Уже ниже миллиона тоже очень трудно отыскать в более-менее нормальном состоянии. Если же он ниже миллиона, то наверняка туда еще пару сотню тысяч нужно вложить, чтобы довести этот дом до ума. Дальше. Mortgage rates. Рейты на ипотеку продолжают расти вверх. Сегодняшние рейты уже и так высокие, выше, чем они были 2 месяца назад, то есть в 2021 году. Но обещают, обещают, опять-таки они могут обещать, а могут делать, обещают, что рейты будут подниматься в этом году 2 раза. То есть в конце года наверняка ваш рейт на ипотеку на первый дом, первый дом, то есть основное ваше жилье, новая покупка будет в районе 5%. Это в 2 раза больше, чем они были год назад. Год назад было около 2,5%. То есть это означает, что думайте сами. Из новостей канала Russians do Florida в понедельник и в среду в 8 вечера, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру, где мы будем обсуждать горячие темы. Горячие темы в деталях. Вот все, что я сейчас вам говорю, да, вот все мы будем обсуждать с супругой в более детальном варианте. И вы можете комментировать. Ваши комментарии очень важны для нашего канала. Это будут комментарии в прямом эфире. Также будет телефон канала с бегущей строкой. И вы сможете позвонить и пообщаться с нами в прямом эфире. Понедельник в 8 часов вечера, среда в 8 часов вечера. Это все на сегодня, дорогие друзья. Одевайте шубы, залазьте под одеяло. Пейте водку, грейте друг друга. А я с вами прощаюсь до понедельника. Хороших всем выходных. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok